Тоже близки к украинским, но там другой колорит, там такие холодные цвета, вот, и, видимо, всё-таки, как бы, ну, выконописи позднего, во всяком случае, всё-таки прослеживается, что, как бы, природа, окружающий колорит, она накладывает тоже свой отпечаток на, вот, даже на иконы, казалось бы, такое искусство далёкое, которое не отражает натуру, да, натурные какие-то впечатления, они там тоже это видят. То есть, вот, всё-таки, на разных землях даже одна и та же манера, она даёт какие-то разные местные варианты. Ну, вот, я говорю, всё ещё нужно, как бы, додумывать, дорабатывать. Вообще, вот, интересно, ну, казалось бы, ну, вот, икона, икона, да, то есть, я же не просто так, там, нарисую же, как ты захочешь, да, то есть, какие-то есть, ну, нормы листили, а вот, наверное, отличается же от времени написания, то есть, по векам, да, от места даже написания, да, то есть, либо это там на Севии, либо там на Украине, либо там где-то ещё тоже отличается. Ну, вот, нам очень нравится лететь по разным местам России, потому что мы, с одной стороны, да, общаемся с местными специалистами и узнаём, что на этих местах писалось, потому что к нам на музее, вот, у нас существует уже тоже многолетняя практика проведения экспертизы. Там очень часто обращаются, из разных мест приносят иконы на консультации. Нам очень интересно, сейчас вот очень, в Москве такой даже, все увлечены изучением поздней иконы 18-19 века, в связи с большим количеством экспертизы, частных собраний, в основном, вот, приходят с этими иконами. И здесь, как бы, очень много материала этого времени сохранилось. И поэтому, да, для нас, для нас это тоже такой-то материал ещё до недавнего времени не освоенный, потому что ещё в 90-е годы, в основном, даже наш музей, он назывался, как музей древнерусской культуры. То есть, это вот, древнерусская культура у нас вот заканчивалась там в 17-м веке. И всё, 18-19 век, хотя в фондах он есть, вот, в 90-е годы это только начиналось, экспонироваться, изучаться. А сейчас вот все уже знают массу каких-то школ, старовляческих икон, которые бытовали в это время в разных местах. То есть, очень много художественных центров. И, как бы, уже такой опыт, что даже приезжаешь в какое-то место, и, может быть, даже местные специалисты сами не видят, а мы же, как бы, даже выделяем, какие иконы именно вот характерны для этого. Какая-то группа икон попадает с одного направления, уже мы там чувствуем, что это вот писалось здесь. А вот эти вот привозные, скорее всего, были привезены. Очень много у нас в Центральной России были целые иконописные сёла. Парик мстёра, может быть, слышали? Это сёла, которые специализировались просто по написанию икон. Там сидели вот целые династии иконописных. Их пришли в год. А индивидуальность мастера может как-то пробляться в иконы? Или только вот какие-то... Ну, вот это очень сложно. Да, это такой очень сложный момент. Потому что, с одной стороны, тут есть, как бы, скажем, есть понятие канона, да, вот общее, как бы то, что в рамках которого мастер мыслит. Мысли, с другой стороны, есть понятие, вот как бы, местной культуры какой-то, в которой он живёт и в которой он тоже работает, школа, вот понятие школы, культуры местной, какой-то мастерской, в которой она может работать. Есть понятие индивидуальности. Это в этом наша выставка, на самом деле. Потому что там есть икона, которая представляет само общее направление, и одновременно там есть икона, показывающая индивидуальность и в иконографии, и в стиле. Можно мастер рассказать? Да. Степа, и к миссии. Кстати, да, закончила школу. Преподаватели и так далее. На самом деле, сильно... То есть, знаете, я вот, как тот человек, тот, что имеющий отношение, я пришел к такому уровню, что чем больше ограничений у человека в задании, да, в каком-то, тем больше возможностей для творчества. Если вот заказчик, нарисуй мне красивую картину, если мне понравится, ты там мешок золота дам, то это, ну, не знаешь, что делать, да. А когда ты сказал, вот такой размер, такой цвет, такой материал, там, и так далее, то есть, чем больше ограничений, человек уже не думает об этой суете, он думает, как раскрыть образ. Поэтому, конечно, смотришь, вот, когда писали школы, они сидят, все вариси одинаковые, под кружкой к кодам тоже вариси одинаковые, посматриваешься по-разному. Здесь валиться хочется, здесь там не очень, здесь бодрит, здесь он, ну, как далее, здесь весело, тут, грустно и так далее. Поэтому очень сильно открывается. Скажите, а когда можно вообще было назвать расцветом вот в России иконописи? Вот какой век? Есть ли, или вот у нас каждый век, да? Ну, считается, что у нас, да, золотой век, все-таки это искусство Андрея Рублева, творчество. А у вас есть иконы Рублевские? У нас считается, что... Ну, у нас есть... Есть время Андрея Рублева, период, когда он творил, иконы, близкие к этому времени. Есть, в принципе, икона из нашего собрания, которая раньше считала, что относится к тому, что Андрея Рублева. Дело в том, что Андрей Рублев это не застывшая такая, как бы, догма. Это идеал некоторый. И поэтому иконы, которые находят, безымянные иконы, то есть мы не знаем, кто их написал, они, искусствоведы, их, так сказать, передвигают ближе к Андрею Рублеву, это Масева, Круга Андрея Рублева, или сам Андрей Рублев. Ну, потом, может быть, отодвигают. Дело в том, что анализ постоянно идет от тех икон, которые мы знаем. Какие-то новые открытия происходят. Это всегда... На самом деле, иконы — это тайна. Это, конечно, тайна, которая... Они все знают, и там тайну раскроют. Знаете? Да, потому что... Вот когда иконы человек пишет, в смысле, когда... От века за какое время политические, духовное, в обществе, какая икона? И наоборот, когда все демоцветно. Вот, допустим, когда была такая монгольская ига, и люди русские просто дошли до самого дна. Ну, как по дыгам жили. И люди, понимаете, строить храм не давали, практически есть. Строить там собор, тросик, маленький храмик, например, стоит. Ну, вот тут строить собор, какой-нибудь, где 18-й Витя, там, 300 метров длиной, это храмик обычно. А тут собор, представляете, маленький храм тросик. Так вот, я что хочу сказать, что... И люди начинали с покаянием, думать о своей душе, об исправлении. И вот появились такие иконы, как у Андрея Люблевна. А когда какой-нибудь, или Алексей Михайлович, царь, или Иван Грозный, строили, Русь, посоздавали, там иконы, они многофункциональны. Там другая задача. Здесь раскрыть внутренний образ, а тут, ну, как бы сказать, тут показать величие Царства Небесного, там мироздание, там строительство Божие. То есть, как эти копии делались? То есть, там какая-то техника современная, да? Вот, которую вы привезли, да. Это печать. Там нет, не отличишь, прям бы, ультрафиолетовая печать, так называемая. То есть, там, по-моему, 7 красок, это все сразу, ультрафиолет сразу высушивает эту краску. И вот сами иконы, которые на доске сделаны, вот, как иконы с ковчегом, как бы, подготовленные по одновременному, вот, действительно, по технологии древние образы, они открываются лаком сверху, а остальные, ну, это просто, вот, в размер очень трудно, все-таки большая доска, это сделать, такая очень трудоемкая, дорогостоящая техника, поэтому, вот, и по небольшому размеру, они там напечатаны, вот, вот, в лошадке, на современном, современном материале таком. Ну, в принципе, впечатление, в общем-то, не теряется, да? Нам хотелось, чтобы это, да, чтобы этот натурный размер передать, чтобы показать, вот, большой еще образ, какой-то пространственный, тоже должно быть ощущение у зрителя, какого размера. Извините, я видел в Киево-Печерской лавы, и у них некоторые экспонаты представлены в виде голографических изображений, то есть, вроде как оно объемное изображение, в то же время, ты можешь оценить экспонат этот со всех сторон, но в то же время, его, как бы, и нет. Вы это каким-нибудь технологиям? Это прежний запад, больше эффектно. Я бы хотел обратить внимание на все-таки одну вещь, что мы хотим, у нас задача сейчас вам представить образцы, ну, тех икон, которые есть у нас, в нашем собрании, может быть, попытаться лучше ставить, ну, может быть, еще лучшее что-то есть. Но это принципиально отличается от написания иконы, потому что икон, писание иконы, это, конечно, выраженная молитва. Надеюсь, да? Когда человек пишет иконы, все-таки молится, и как-то, да, связан с образом, который он создает. Поэтому у нас только ограниченная задача, которую, мы надеемся, даст ему проект на творчество в этом регионе. Потому что написанная икона, это совсем не так. У нас такая была образовательная задача, такая методическая, в таком смысле. То есть нам хотелось показать основные, самые распространенные изводы, ну, в данном, то есть следующую выставку, может быть, иначе сформируем, другую тему, может, мы богородичную иконографию вам там представим, если у нас будет дальше какое-то продолжение такого нашего сотрудничества. А здесь мы взяли немножко основные иконы спасителя, богоматери, праздников, самых почитаемых святых. Ну, то есть, как бы, такой вот, можно сказать, первоначальный уровень для представления, вот, может быть, там, детской, студенческой. То есть, если будет интерес каким-то более углубленным, интересным иконографиям, ну, в следующий раз мы можем сказать, что наше собрание позволяет сформировать выставки тематические. Вот, мы выбрали, как бы, еще иконы, постарались, чтобы у нас были представлены иконы вот разных эпох, и от 15 века, и от 16, и от 17, и от 19, что может быть, вот эту разницу ощутить. Даже одну икону выбрали, такую, которая была написана по западным образцам, чтобы было видно различие вот западной иконографии и наши традиционные канонические вот иконы, такая, в родах помощница. Вот, Владыка, как говорится, уберется из экспозиции, постарались. Но, мне кажется, интересно для сопоставления вот показать вот этот вот разный подход к иконе. Это мы заметили по посетителям нашего музея, что когда посещают наш музей, то потом люди, возвращаясь в свои приходы, они берегут то, что у них есть. То есть, вот это вот как бы сохранение собственного культурного наследия в своем приходе, потому что они начают обращать внимание на какие иконы у них есть, в каком они состоянии, как они находятся. То есть, фактически, они способны после курса каких-то лекций описать, например, называть иконы, сделать некоторую опись в своем собственном приходе, чтобы хотя бы что-то у них началось. Я тут предупреждал. Я тут предупреждал. Да, вы говорите о людях, которые, ну, профессиональные, да, образованные в этом водосфере. А вообще, русская душа, она откликается? Откликаются? Ваши ученики, откликаются? Студенты, ну, обычно люди, которые, в общем-то, не имеют к этому никакого отношения, они же все равно посещают ваши музыки. Вот какие отклики? Нет, отклики, во-первых, я расскажу про самый первый отклик, когда у нас музей открылся. В одной из записей он написал Богу и Советскому правительству, что такое мастеряк. Очень интересно, что в Советском времени, в 1960-м году человек поставил Бога на первое место и на второе Советское правительство. Да, то есть, понимаете, и, конечно, мы видим вот эту вот живую человеческую душу, которая даже, вот бывает так, что люди приходят без интереса совершенно, но, вы понимаете, оно же глубокое треонерское существо, оно красивое, оно было рассчитано на все сферы человеческой души, на эстетическую, на познавательную, на богословскую. То есть, я считаю, что в коллекции нашего музея каждый человек может найти что-то свое интересное. Кому нравится богословие, он ищет там богословие, кому нравится художественная часть, он все равно может насладиться вот этим художественным, эстетическим богатством русской иконы. И, как бы, вот это вот, кто-то просто для себя открывает, что есть иконы на свете. Знаете, например, в Германии открыл какой-то немец музей Мельниц, там, Азиоры, Масты, штук восемь мельниц или девять поставил русских и поставил там деревянный храм. И покупил иконы просто софренности. Я дарю тебе от совершенства в сравнении с этим, но они эффектные так достаточно. То есть, русская культура церковная. И вот дети немецкие просто толпами шли и такое было ажиотажное стремление к русской культуре и к православной культуре. А там же у них есть другие. У них такое все серое, голубое, такое бесцветное, убитое, а у нас именно такая радуга, солнце дает. Это указ, запрещающий ограничивающий. То есть, вроде бы, они демократия, а все равно они испугались. Потому что русская икона это радость, это какой-то райский сад. Здесь, конечно, фотографии плохие, потом они потертые все, убиты уже и реставраторами, и музейщики сами там дышат, выкнувшают. А первые иконы, они, понимаете, они просто не пятиподобные. То есть, иконы это высшее произведение искусства. Вот, допустим, я на эти два слова приведу, я тоже лекции читал в семинарии. Кстати, учил этих семинаристов, тоже, будущих батюшек. Я говорю, вы не папа римский, чтобы там сбивать древние иконы? Надо беречь их. Надо создать музеи. То есть, приходишь на приход, изучи все, создай путеводитель, создай какой-то по своему храму, институтам, где находится какой-то проспект, все опиши иконы. То есть, как-то бережи надо хранить, правильно мы говорили. И вот, православная икона, она, знаете, она отображает небо. Ну, так, если сказать в двух словах. Католики, они отошли, опали православие. У них уже от теократии, в центре вселенной Бог и в центре государства. Ведь закон римское право, оно когда языческое было, риф, да то это по закону язычества, в основном, римским богом, там что-то. Потом, когда стала Византия, то в основе закона государственного был Божий закон. То есть, сравнивали с законом Божиим. Потом, Бог возрождение было, это уже возрождение культа, ну, гуманизма, язычества, то есть, в центре стал человек. И вот, от иконы высокой скатилась к реализму. То есть, да, прекрасно, там, Леонардо Веч, Медиланджело, там, эти цены, но это реализм, то есть, такое, чуть получше фото, хотя, ну, то есть, просто художественное. Это хорошо, но реализм прекрасно, но это земля, там небо покажено. А протестанты вообще-то иконы отошли, или комиксы, все тигры, которые стояли, то есть, икона, она отображает и культуру, и духовность. У нас такой опыт есть, Медаш, у нас пустыстан, такой, по-отнесли. И вот, вы знаете, очень интересно, что после этого тоже нужен образ. Да, и я заметила, например, в Финляндии у некоторых протестантских прав тоже есть иконы. То есть, вот люди, соприкасаясь с этим искусством, они начинают, может быть, как бы, расслабить церковную жизнь, потому что образ действительно как икона Христа. Мы все читаем о христе, а как, как, это как раз законно-то отсказывает? Ну, тут надо сказать сразу, что образ период времени Иисуса Христа, его жизни, это время античного мира. Поэтому все учебники пишут, что это были образы Христа уже первоначально, в виде скульптуры, возможно, даже какие-то есть примеры. Потом в Риме христиан загнали в фотокомбы, там появляются изображения Христа, апостола, Божьей Матери, какие-то символические изображения появляются. Но это свой язык, свой язык, своя культура. Затем расцвет христианства, Константин Великий разрешает христианство как государственную религию, практически делает империю византийской, на поверхность выходит культура. Она как раз формирует свой язык в этот период. Потом икономборческий период, когда икона Гнали и власть императорской Гнали. Это следующий этап. Следующий этап посланборческий период расцвет и катописе. Во всех проявлениях мозаика, фреска, икона, мелкая пластика, потому что икону можно делать из металла, рисовать различными красками, в том числе восковыми красками. А на русской почве это расцвет время от Андрея Рублева до Дионисия в 15-16 веков потом все-таки проявляется тенденция различного влияния западного в том числе очень активного в том числе и эпохи возрождения. Культура западная очень сильно влияет на нашу икону. Потом 19 век особая тема это может быть икона старообрядческая, потому что старообрядцев сохранить древний стиль иконы, то есть тот стиль, который выработала церковь довольно большого времени, подошла к какому-то идеалу, старообрядцев сохранить. Параллельно существовала академическая школа или народное творчество связанное с иконописием. Это все видите в каких больших направлениях все это изучается искусствоведением, большие результаты на самом деле искусствоведа достигли в этом отношении. А теперь наверное церковь ищет тот язык выражения учения о Боге можно так сказать в их выписи которое соответствовало бы и нашему времени и сохраняло древние традиции. Поэтому наша выставка помогает сориентироваться в этих вопросах. Извиняюсь. А можно здесь сделать живопись вообще вышла из иконописи? Вот как мы все вышли в Боге истешили. можно вполне стать но просто это основа отель из аспекта. Многие художники, которых мы знаем классики, как тот же Боликовский, Боеву, они же параллельно очень много работали для храма Венецианов, когда начали изучать храмовую роспись Тверской губернии, там например ученики Венецианова были. Там какие-то потрясающие росписи этого времени и непонятно кто их когда писал, но они высокой культуре и не исключено что даже искусство мастера могло повлиять в Азамасе художественная школа возглавляемая Ступиным была Ступинская школа местная которая связана с академией мы знаем только их по книгам по книге издавались в советское время изучали в советское время мы знаем их как портретистов со стороны светского образования академического на самом деле почти все храмы в Нижегородской губернии очень много в близлежащих каких-то областях в Тамбове расписывали ученики Ступина или даже сам мастер то есть это было основное направление было все-таки церковное живо просто в советские времена книги которые остались от этого времени они только на эту область обращали внимание поэтому это все были художники верующими людьми они все создавали религиозные образы это еще индивидуальность нашего народа потому что у нас сейчас такая интернациональная еда интернациональная одежда интернациональные машины а вот эта вот часть нашей жизни которая отличает наш народ от всех остальных народов поэтому может быть иконы и вот мы видим это по музею по нашему они очень интересуют всех и не только иностранцев которых пытаются не проникнуть наш культурный счет и наш народ для того чтобы понимать а чем же мы вот отличаемся от всех остальных на кто мы есть тут можно даже философски так обобщить вот с одной стороны мы с твоей культурой отличаемся других народов в том числе или иконности да но с другой стороны может по-другому поставить вопрос что наш народ создал и принес на алтарь Божий вот весь историю существования вот одним из высших проявлений конечно будет икона это даже достижение богомыслия как мы его выражали вот мы говорим а вера нам покажется вот вы приехали сейчас вы проводите какие-то экскурсии вы проводите а научение как-то правильно выразиться методические занятия методические занятия правильно то есть вот потом 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 когда они уедут кто-то будет поведение нет почему сотрудники они все могут да у нас все мы же все ведем и давно ведем уже где-то лет 20 это целью группы большей квалификации нет ну я знаю что вы же этим тоже занималась ну просто то есть какие-то сейчас их занятия и молитвы услышаны просто да это больше потому что в школах сейчас программ светской духовной культуры там часто обращаются а показать вот на пальцах это не посмотрите теперь же можно показать теперь сейчас даже мы просим чтобы подольше у нас это работало есть вы рады Владимир Федоровичу? конечно вот да школа мира и художественной культуры подается нет там она у них прославная послужка прославная это отдельно это отдельно все-таки мира и художественная культура наверное тоже что-то только отдельный предмет сколько я знаю там три имени звучит Андрей Рублю может быть Феофан и Семен Душаков значит что-то полноценное рассказать тоже наверное нам желательно программу даже подготовить вы сейчас об этой варсении вы будете до конца недели а потом вот выставка а выставка веселивающая почти что а потом уже поехали по всей епархии Владимир Федорович закончится потом в принципе можешь подумать можешь еще раз выставить то есть это творческий момент остается здесь а вы только до конца недели все работы останутся в епархии ну да мы знаем что они у нас и они вольно распоряжаться что-то хотят где будут устраивать эти выставки какая работа выбрать но единственное что нужно все-таки хоть это и копия нужно к ним очень бережное отношение иначе это и влага там и руки и удары все возможные и при перевозке если по нашим ухабистым дорогам они надолго не протянут с охраны но с той стороны хотим сказать что у вас замечательный музей замечательный директор замеченный мы просто очень восхищены вообще даже более того надо сказать что удивительно что этот первый пилотный проект который возможно распространяется на другие регионы вот такая идея замечательная когда из центрального музея берутся лучшие образцы и выводятся ну все-таки у вас дальний восток дальний вот такой край земли и вот сюда приезжают сначала да это найти солнце и первая такая проекта связан именно с вашим городом с вашим районом с вашей епархией это наверное очень важно отметить паспорта начинается сожбе и как раз на огонь сходит замечательный в этот год в одиннадцатого сошло перед крестом ходом как раз началась вся повечерия в Комчатке там как раз полностью сходит просто я хочу сказать что интересная параллель владыка эту мысль нам уже в головы основатель мы в самом начале и от нас начинается день я ему говорю ваше встрече у меня на края земли отсылается он говорит не в начало и в конец а начало русской земли у меня на края наверное здесь где-то солнце стоит но я так просто развиваю дальше у меня пошла мысль но следующее будет как утром встретишь так и победишь от вас много а можно вопрос еще по иконописи вот каноны каноны иконописи они сдерживают развитие иконы